В городском поселении Фрянова состоялся отчет главы поселения. Дмитрий Васин отчитался перед депутатами местного совета за работу в 2016 году. Глава Фряновского поселения в своем докладе назвал приоритетные направления работы, которые были осуществлены в отчетном 2016 году. За прошедший период в целях решения вопросов местного значения главой городского поселения Фрянова и администрации городского поселения Фрянова был рассмотрен и принят ряд решений по выделению бюджетных средств на создание благоприятных условий проживания жителей муниципального образования. Глава поселения отметил, что особое внимание было уделено поиску дополнительных источников дохода в местный бюджет. Несмотря на сокращение денежных поступлений в бюджет 2016 года со 164 миллионов до 142, а это произошло в основном из-за изменений в налоговом законодательстве, удалось все направления развития Фрянова выдержать в плановом порядке. Продолжена работа по газификации более 10 населенных пунктов. Улучшено уличное освещение как в деревне Аксенова, так и на интернациональной улице возле ранее опасного для автомобилистов затемненного участка Фряновского шоссе. Стало светло и на внутридворовых территориях улиц Механизаторов и Лепешкина. Также полностью выполнена программа по комплексному благоустройству территорий, например, что является гордостью фряновцев, появилась зона отдыха, так называемый парк «Семейный», где есть не только пешеходные дорожки, но и фонтан с декоративной подсветкой, цветочными клумбами и элементами озеленения. Велось опережающими темпами обустройство автомобильных дорог общего пользования. Площадь ремонта в 2016 году составила более 26 тысяч квадратных метров. Введены в эксплуатацию два трехэтажных дома по улице Поварова, общей площадью 60 тысяч квадратных метров на 135 квартир. К школе у нас, например, сделали лежачий полицейский, сделали хороший бордюр, подъезд к территории школы. Установили спортивную площадку, приезжала к нам Слуцкая, участвовали мы в этой программе. В общем, школьники довольны. Выступивший на отчете руководитель местной администрации Олег Болотин отметил, что 2016 год стал началом многих дел для года нынешнего и последующих. И одновременно он заверил, что социальные обязательства перед жителями, даже несмотря на налоговые и бюджетные недоимки, будут выполняться неукоснительно. Этот год он будет такой же, такой же по напряженности, но все социальные обязательства, которые мы брали, весь адресный перечень, он остался неизменным. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».